мы в эфире итак мы в секторе номер 17 команда big fish ну мы попросим участников команды немножко рассказать про себя про сектор про рыбалку я считаю что сектор перспективный хорошим что-то неправильно мы делаем у нас идет мелкая рыба немножко с самами мы что-то делаем не так сколько у вас сколько у вас на данный момент 0 они не доходят до килограмма у нас они до килограмма идут и все перевалите килограмма ничего не получается рядом который сектор то что рыба которая идет я так понимаю как бы она выходит покушала и опять туда сваливает до нас так она и не доходит у нас доходит только с дальней дистанции с дальней дистанции берешь вся рыба мелкая или сом или мелкая а что что для вас дальняя дистанция 140 140 150 150 кормите на сколько стандарт 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 накормим ну чё-то как-то и прикорм вроде хорошее как-то не знаю сам бы кушал и давление нормально вчера было удобно ветром сносило все получается как бы получается что у нас вроде как бы и сектор получается ночной ночевой рыбовой вообще ничего что не у нас что у соседей одинаково ровно не знаю почему как-то так ну будем надеяться что будет еще хорошо еще время есть но сутки еще до повезет всякое бывало это бывало и по четверо суток я извиняюсь и по пятеро суток бывало да потому что вдруг внезапно приходит поменяется ветер приходит какая-то компашка карповая я сел и вдруг раз и так триплет квадроплет понять конечно вообще такое озеро не сложно его я порядка 18-19 лет рыбачу загадка ничего не предсказуемо ничего чем дальше тем хуже тем больше не понимаешь тем меньше рыба где больше его не понимаешь тем более с последними тенденциями вот этот горох конечно достает ну смотрите вы же понимаете этот горох появился благодаря подъему кенера то и появилась куча мест нерестилищ карп начал очень бурно плодиться наплодил кучу детей с одной стороны это хорошо тык пик и все все вот вытаскиваешь оно вот такое вот ну что поделаешь ну это рыбалка это как говорится то что есть то что есть уже не знаю изобретали уже что-то не изобретали я не знаю мягу мог честно сказать не знаю ну надо как это выбрал тактику принципе которую мы выбрали бы проработали не до конца ничего это не дало первый день давление было высоко вата сейчас начало падать и все но я считаю как бы и сектор очень хорошими зацепов ничего как думала бы должна как быть все равно кормиться прийти на прикорме что-то не приходит почему само дно как 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 таковое здесь плохой дно опускающийся и в сторону еще меньше то есть как бы слал в эту сторону смотри пусты торчал да да там примерно где-то полтора метра глубины здесь метра три с половиной четыре максимальный да нет негде пройти была бы тут какая-то какая-то как у нас говорят будет хорошо какой-то мудрец сказал много тысяч лет тому назад ну не уточнил когда не но есть люди которые говорят будет хорошо в следующей жизни когда вдруг переродишься в карпа и поймешь как это карпа вода который весь он не спит давайте мы покажем одного из главных участников максюша уже как говорится все рыба рыба его вчера его вчера миша так покормил на полном отходнике с утра он еще харчу упер по-тихому пока все заняты были да вы не понимаете чугунь своеобразен когда падает ой максюша максюша приноси удачу конечно вот до этой воды вот как бы раньше как бы более как бы предсказуемая была рыбалка когда была мелкая там меньше да когда вот уровень воды был намного меньше как бы более предсказуемой взяли уже как бы где-то какие-то просто где-то что-то чего-то кого-то и рыба была намного крупнее а сейчас она она же рыба я я как бы считаю вода пришла где рыба была крупная а там я осталась на своих местах она там и живет а как и друг киеве мы просто до них не добиваем до тут у нас уже здоровья не хватает ну не думаешь что здесь у кого-то есть здоровье людей это точно причем один в один уложить на 200 плюс задачи кормить надо метров на 180 не да нет это только с украины лавлининка может большой кидать по 200 метров но сожжение каких данных может вызвать его димку вызвать сюда это это карповая рыбалка к сожалению или к счастью ну так это уже в ней вообще всегда а тем более на соревнованиях когда ты не выбираешь место где ты будешь ловить а место выбирает тебя да 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 поэтому здесь конечно счастливая рука тоже очень много играет честно даже с счастливыми всегда хорошие сектора выстрелили я считаю что сектор как бы перспективные почему-то его не можем скачать нормально но такая ребята из я из как у нас белески как длится пять суток это очень часто на третьи сутки только люди умудряются скачать свой сектор а здесь как бы 72 часа всего здесь в принципе есть шанс что вы раскачаете ваш сектор как раз к утру завтра но не факт нет я говорю о том что если вам удастся к утру отчасти это таблица может поменяться очень кардинально сам разница между многими там очень маленькие так что работать работать еще раз работать учил товарищ но мы перефразировали перефразировали товарища ленина спасибо вам большое за интервью как всегда не хвостание чешуи увидимся завтра в зале по-любому так что я также буду там же в зале галлийский карту же будет велески карты то просто святое зале это не менять нет 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 это не никак не связано это связано с кибуцом нге и их очень хорошим отношением к нам вообще как бы они нас очень любят потому что мы для них тоже как бы часть их бизнеса мы привлекаем людей люди приезжают на ресторан людей то есть как бы это движуха у них 30 процентов доходов кибуца это туризм и все что с ним связано поэтому для для них мы аттракция мы ничего плохого и не делаем мы никак не мешаем даже тому же минахима никак не мешаем поэтому да и минахим да он же слава богу нас знает много лет и старается всегда входить в положение и не бросать свои сети по крайней мере на всяком случае вот который две ночи подряд люди приезжают они возле возле кустов но это даже проблема которая сейчас в первом втором секторе потому что именно вот эту бухту дугу по крайней две ночи подряд они перекрывали вход в эту бухту этой сеткой а там уже вы понимаете когда вход в бухту перекрыт непонятно что там произойдет с рыбой ладно заканчиваем эфир можете помахать ручкой всем кто нас смотрит в этот раз я сделал эфир через фейсбук потому что понял youtube классно но на ютюбе подписчиков мало и сообщение о том что идет стрим они получают очень поздно когда уже стрим заканчивается обычно поэтому проще с фейсбука потом перебрасывать туда чем наоборот делать так что потом можете себя увидеть свое интервью а потом я естественно я когда буду уже и ты его увидишь потому что я после этого все видео обрабатываю и выкладываю на youtube уже в формате с названием команды всеми делами это увидите все будет хорошо спасибо вам большое и как говорится до встречи и и Продолжение следует...